Мы встретились с Русланом Кацабой, человеком, который на своем примере проиллюстрировал, ну, не желая того, без сомнения, как работает машина подавления этого нового тоталитарного государства. И то, что с ним случилось, во многом это заслуга, заслуга украинских средств массовой информации. Об этом и о многом другом мы с ним говорим. Это первая часть нашего общения. Привет, Руслан. Наш первый вопрос. Почему ты в свое время не ушел из страны, когда начинали все эти преследования, не уехал за границу, к примеру, потому что я знаю, что тебе советовали? Или ты не верил в то, что власть пойдет на то, что тебя закроют? Во-первых, у меня был тогда имидж, как я думал, скандального журналиста, и я не думал, что власть, если я все честно говорил, что меня посадят, если честно, я не верю. Во-вторых, я не собирался. Я мужчина, я должен отвечать за свои слова. Если я отвечал, я все, что сказал, я сказал то, что я верил, и поэтому я готов был понести ту участь, которая мне была уготовлена. Ну, твое мнение, вот конкретно тебя за что именно тебя посадили, твое мнение? Ну, я думаю, что в назидание, во устрашение другим. То есть меня хотели именно так унизить, чтобы другие журналисты поняли, что они тоже могут быть возле меня в клетке, если они осмелятся говорить, критиковать власть или делать какие-то призывы антивоенного толка. Скажи, сейчас в тюрьме в лучших традициях есть разделение на политических и уголовных преступников? Они вместе или отдельно? Я это, кстати, пробовал узнать. В современной украинской пенсионерной службе, системе, нет такого разделения. То есть начальник СИЗО, он говорит, что я понимаю, что вас там Амнезия Интернешнл назвала узником совести. Единственное, кстати, за последние пять лет. Но я понимаю, что их законы для нас не указ. Хотя Татьяна Мунтян, моя защитница, адвокат, она после каждого, вернее, в конце каждого судебного заседания, она акцентировала на том, что если Украина обязалась исполнять европейское законодательство, которое разделяет криминальных и политических, то есть узников совести и просто криминальников, то Украина должна была исполнять это, даже если не имела соответственных нормативных актов. То есть если обязовалась, она должна была исполнять, пользуясь европейским законодательством. Она этого не делала. То есть я сидел просто как криминальник, который подозревался и обвинялся в совершении особо тяжкого преступления, то есть от 12 до 15 лет, соответствуем строгим режимом содержания. Собака, наручники, усиленный конвой. Как относились сотрудники пенитенциальной системы к тебе? Подчеркнуто ожительно. То есть ко мне было все, что по закону. Я хотел, чтобы по закону именно подчеркнуто. Ну вы понимаете, что в тюрьме есть многое не по закону, да? Пользуясь тем, что это закрытая структура. Но ко мне было подчеркнуто по закону. Я, кстати, я на них не злой, потому что они где-то в глубине души, они мне сочувствовали. То есть не били, не пытали? Не, не, не пытки, ничего. Это, во-первых, это бы я там сам как бы им сразу дал понять, что я не криминальник, я политический, поэтому, пожалуйста, друзья, меня эти ваши расклады не интересуют. Я знаю, что я здесь в тюрьме ни почем зря, поэтому я верил, что все равно, хоть живой или мертвый, я все равно докажу, что я был прав. И я просто, я, если честно, я даже не думал, что меня выпустят из тюрьмы. Я как-то готовился сыграть, как бы говорится, в долгую, в долгосрочную пулю. То есть, ну, 12 лет, думаю. Я даже тогда еще переживал, думаю, выйду старый, все поменяется. Татьяна Амантьян, она более оптимистично говорила, поменяется власть, тебя сразу выпустят. Хотя я думал, что эта власть настолько вошла во вкус воровать бюджет, именно прикрываясь войной и патриотизмом, что эта власть просто так не ушла бы. Насколько изменилось твое отношение к понятию патриотизма в нынешней интерпретации этого определения? Во-первых, я себя и дальше считаю патриотом. Я за Украину, я за мирную Украину и я за мир. То есть, меня все время хотят, что я против чего-то, против войны. Я за, я за мир, но при этом хочу сказать, что страна поменялась в худшую сторону. Страна больна, страна больна, заражена ненавистью. Эта ненависть разъедает нас, народ весь, из середины. Это очень плохое чувство, и власть даже не понимает, что ту ненависть, которую она вложила в народ, ну, этими пропагандистскими такими СМИ, центральными каналами, этим Минсетем, этими нашими геббельсами, да, она даже не понимает, что эта ненависть против нее же и повернется. она будет пожинать черные плоды того, что она засеяла. Буквально, возможно, даже этой осенью. Понимаешь ли ты, насколько сильна ложь украинских СМИ в общем, и в частности, на твоем примере, ты вообще знаешь, да, что писали о тебе СМИ? Слушай, хорошо, что я это не знал во время этих 524 дней, которые я был за камерой, но когда я уже вышел и зашел в интернет, я тогда понял, почему мне жена и мать, ну, понимаете, раз в месяц там были такие на один час краткосрочные свидания в СИЗО. Вот как в фильме показывают, через трубку телефона, через брендированное стекло. Я вам скажу, что для меня был шок, почему они мне не хотели сказать. Я говорю, ну, что там пишут, рассказывают, они лучше тебя об этом не знают. Тогда я понял, что изгалялись только кто как хотел. Злорадствовали. И причем, это же наши коллеги-журналисты. Это мне так стыдно. Кстати, адекватные люди, как я думал, что они имеют свою точку зрения, они смелые. В многом я думал, что они даже лучше меня. А оказывается, что у них мозг был парализирован или страхом, или их тупо купили. Нет, я думаю, их не купили. Просто это был уровень страха, который включает повышенную самоцензуру. Как бы чего не вышло. Лучше я тему Кацаба не буду раскрывать, либо буду освещать, как синограмма заседания. Без каких-то оценочных суждений или умовывода, умозаключения. Это не журналистика, это пресс-служба. Я готов всем, кто спросит, прямой ответ, прямой вопрос, прямой ответ, к сожалению. Но это все работа Минститя. Это я не знал, что в президенте сколько кумов есть, что всюду своих людей расставил. Это какой-то ужас, это какая-то камуфляжно-шароварная истерия. И меня каким-то сделает таким одиозным. Ну, вы понимаете, как журналист, что журналист хочет славы. Именно в том случае, чем более он узнаваемый, тем более он влиятельен. Но такой славы и такой жестокой ценой 524 дня в тюрьме в строгом режиме я не предлагал. Ты говорил, что тебе сейчас в соцсетях, в фейсбуке пишут всевозможные угрозы, разные люди сейчас уже. Что это за угрозы? Можешь сказать? Это не фейсбуке. Первое уведомление, которое пришло из фейсбука, когда я уже сделал новую, ну, возобновил сим-карту, пришли пароли, я разблокировал фейсбук, потому что гибисты его заблокировали. Чтобы я или от моего имени никто не сделал какие-то изменения. Потому что обвинение базировалось на скриншотах с фейсбука. Ну, они же как-то такие альтернативно одаренные эти наши гибисты, гибня, как их называют. Я вам скажу, что это все, которое мне в интернете угрожает или какие-то там посты, комментарии пишут, это так называемая диванная сотня. Я на них никогда не обращал внимания. То, что они там угрожают, это понимают ники там Святослав Хоробрый или там Народный Местник. Это боты. Ему заплатили, он и пишет. А что пишут? Ну, всякие там, что меня там ждет судьба Бузыны, какие-то глупости, там, веревка, мыло. У них фантазия. То, что им написали, то они... Как по-твоему, почему так происходит, что сейчас любой человек, который высказывает свое мнение, которое противоречит общей, скажем так, политике партии, сразу становится агентом Кремля, ФСБ? Так вот, вы понимаете, это как раз и проблема, это... Это как раз и доказательство того, что власть нужно менять. Потому что власть, она тяготеет, давлеет... Я забыл российские мовы. Писать. Она тяготеет к диктатуре. Такой именно камуфляжной диктатуре. К тоталитаризму. Я смотрю, что Порошенко... Ну, это, понимаете, только сегодня ровно 2 недели, как я вышел, да, из тюрьмы. Но я так смотрю, то, что я узнал, общаясь с коллегами, с интернетом, новости, там, разноплановый интернет, мне кажется, что Порошенко, он понимает, что он прикрываясь войной, можно много воровать, при этом нужно заблокировать оппозицию или тех, которые критикуют, и при этом он еще надеется, что он сможет убежать, как Янукович. По-моему, ему не дадут этого. Он не добежит до самолета. Я так думаю. это мое оценочное суждение. Это хочу, что тем, которые гибистам с НКВД, ну, с СБУ, снова хотят какое-то уголовное преследование новое, это мое оценочное суждение. Всем хочу сказать, что есть статья 34, напомнить, даже гаранту нашему конституции, что есть статья 34 конституции, которая гарантирует мне свободу слова, свободу не брать в руки оружие и свободу принять право критиковать власть. Особенно эту власть, которая проворовалась, проворалась и вообще она аморальна. Это не политическая элита, это какие-то следующие вопросы.